Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. 9 единиц техники, свыше 4 десятков человек. Лесной пожарной охраной и Главное управление МЧС по республике задействовано в тушении пожара в Учкуланском лесничестве. В Ногайском районе на сегодняшний день количество больных коронавирусом постепенно снижается. В основном заболевание проходило в легкой форме. Сейчас большинство пациентов идет на поправку. Сотрудники музея все же продолжают вести работу, пусть даже в ином формате. Чем удивят своих посетителей и об истории самого здания музея-заповедника в рубрике «Наше наследие». Мастер-класс для юных борцов Абазинского района провел российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Мавлет Батиров. Сегодня глава Карачао-Черкесии встретился с командующим Северо-Кавказским округом войск Росгвардии Игорем Гетмановым и начальником управления Росгвардии по республике Рашидом Салпогаровым. Обсудили вопросы, поставленные главой государства по обеспечению безопасности и общественного порядка в регионе. Рашид Тимрезов подчеркнул, что у органов государственной власти республики с территориальным подразделением Росгвардии по Карачао-Черкесии сложились эффективные взаимоотношения по всем ключевым вопросам, как на уровне республики, так и с главами муниципальных городов и районов. Рашид Тимрезов отметил, что в том числе благодаря поддержке командования Северо-Кавказским округом войск Росгвардии сотрудники подразделения готовы эффективно и оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить защиту прав граждан и их безопасность. В Карачао-Черкесии продолжаются работы по тушению низового пожара в Ущ-Куланском лесничестве. Площадь возгорания превысила 7 гектаров. В тушении задействованы 9 единиц техники, свыше 4 десятков человек лесной пожарной охраны и Главное управление МЧС по республике. Накануне глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел оперативное совещание с членами Республиканской комиссии под чрезвычайным ситуациям. Первое и самое главное – пострадавших нет и угрозы для жителей населенных пунктов тоже нет. Ситуация находится под контролем, сказал Рашид Тимрезов. Доступ к месту возгорания осложняется горным рельефами, отсутствием дорог для передвижения спецтехники. Глава республики дал поручение членам республиканского штаба по оперативном порядке докладывать о ситуации, привлечь для тушения возгорания дополнительные средства и силы, в том числе и с числа добровольцев. В Ногайском районе количество заболевших коронавирусной инфекцией уменьшается. С августа проходят лечения 250 жителей района. Исполняющий обязанности главного врача Ногайска центральной районной поликлиники Артур Матакаев подробно рассказал вестям о том, какие меры предприняты по борьбе с ковидом. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На улицах поселка Эркин-Шахар немноголюдно, как в период самоизоляции. А связано это с ростом заболевания коронавирусной инфекцией. С августа в Ногайском районе зафиксировано 250 человек с диагнозом ковид. Исполняющий обязанности главного врача Ногайской центральной районной поликлиники Артур Матакаев отмечает, что все заболевшие проходят необходимое стационарное лечение и регулярно проводится тестирование. 250 человек у нас есть, но это уже в случае выздорове, что здесь сейчас где-то получают 210-220 получают амбулаторное лечение. То, что мы их лечим на дому. Также у нас дополнительно созданы бригады скорой медицинской помощи, бригады терапевтов. У нас терапевты обслуживают наших жителей круглосуточно, то бишь всегда на телефоне. Также Артур Матакаев отметил, что на сегодняшний день количество больных постепенно снижается. В основном заболевание проходило в легкой форме и сейчас большинство пациентов идет на поправку. Охват обследования на новую коронавирусную инфекцию в принципе продолжается, но тенденция есть, что уже идем на снижение. Когда раньше, грубо говоря, было 20-25 человек, сейчас уже 6-7-8. И уже выздорове тоже становится больше. Потому что сейчас мы просто ждем отрицательных, вторых отрицательных результатов и на этом мы уже расписываем их с учета. Работники поликлиники отмечают, что именно проведение большого количества тестов на коронавирусную инфекцию позволило вовремя выявить заболевших и оказать необходимую медицинскую помощь. Алихалип Шоков, Аслан Гирюга, Вести Карачаева, Черкесия, Ногайский район. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 составило 6158 человек. Из них 4659 выздоровели. Госпитализированы 289 пациентов. Ну а каким будет прогноз погоды на завтра, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии. Ветер восточный с переходом днем на северо-западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, днем 27-29 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире и мы продолжаем. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы продолжаем рассказывать о достопримечательностях Карачаева-Черкесии. В объективе – Республиканский природный музей-заповедник. В его составе несколько филиалов, но сегодняшний наш репортаж будет о работе выставочного павильона и картина галереи. Подробнее Шерифат Лепшокова. Главный музей искусства Республики вот уже 25 лет принимает ценителей прекрасного. Здесь проходят необыкновенные выставки. Пандемия внесла свои коррективы, но сотрудники музея все же продолжают вести работу, пусть даже в ином формате. Через два года Республика отметит столетие со дня образования. Музей стал одним из первых, кто начал активно готовиться к предстоящему празднованию. До конца года здесь планируют провести три масштабные выставки. Посетители будут удивлять редкими артефактами – оружиями, одеждой оландского периода, образцами шелка и бытовой утварью. Каждый сможет почувствовать атмосферу минувших столетий. Помимо этого у нас еще в плане издательства каталога, фотокаталог, вековой путь от автономии к республике. Тоже очень ведется большая работа. И есть некоторые трудности, что сейчас часть у нас на удаленке, как говорится, работает. Часть сотрудников мы выводим по графику. Специалисты в основном у нас 65+. И подключаем удаленно их, молодежь выходит работой. Очень активная работа ведется в фондах по отбору материала на эти выставки. Приятным событием для горожан и гостей столицы стал долгожданный ремонт здания картинной галереи, в ходе которого под слоем штукатурки была обнаружена необычная находка. Табличку с надписью «Страховое товарищество Саламандра, 1846 год» нашел руководитель музея. Теперь ее могут увидеть все. Вероятно, здание картины галереи было застраховано именно этой компанией, являвшейся одной из крупных в стране и действовавшей уже более полувека. Само сооружение принадлежало купцу Энгелю и было построено в 1904 году в стиле модерн со смешением восточных и европейских веяний. Оно и сегодня сохраняет свой первоначальный вид. В здании выставочного зала музея построили в том же году. Тогда это была гостиница Самойлова. Стремясь сохранить традиции, музей старается идти в ногу со временем. Внутри выставочного зала был проведен ремонт, обновлены стеллажи. Здесь планируют проводить встречи с учеными, литераторами, музыкантами. Не так давно в стенах музея проходили и съемки фильма нашей дилерадиокомпании «Секреты Эльбруса», в котором рассказывалось о самобытности народов нашей республики. Возможно, предстоящие инновационные перемены в музее сподвигнут творческих людей и в дальнейшем осуществлять здесь самые смелые замыслы. В здании Краеведческого музея один из залов мы хотим посвятить полностью космосу. С большим экраном, как в фантастических фильмах, полностью один в один, идентичны этим космическим кораблям, с большим экраном по центру, где будет рассказано, то есть есть множество фильмов, где будет рассказано про космос, про сотворение Вселенной. И еще один такой момент, его можно использовать не только в теме космоса, а можно рассказывать истории минувших столетий с прицелом того, что это корабль, скажем, машина времени. И можно им рассказать, как историю, вот сегодня мы, допустим, отправляемся в 17 век. В музее убеждены, многим будет интересно узнать об истории этнографии родной республики. А пока можно познакомиться с существующей экспозицией, которая, кстати, в скором времени пополнится новыми археологическими находками. Шерифат Левшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия. Российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батиров провел мастер-класс для юных борцов Абазинского района в спортивном клубе «Вольно-борьбы Абаза». Альбина Ламкова продолжит тему. Мавлет Батиров – дагестанский чемпион, мастер спорта по вольной борьбе. Он успешно выступал на турнирах самого высокого уровня. За годы спортивной карьеры Мавлету достоин двух высших олимпийских медалей. Также является чемпионом мира. Неоднократно поднимался на скамью победителей на первенствах России и Европы. Путь к наградам непростой. Ему предшествует в первую очередь упорный труд, говорит именитый спортсмен. Любой труд он какие-то свои плоды по-любому дает. Не бывает так, чтобы ты трубился, и чтобы какой-то результат он тебе не дал. На мастер-класс он приехал по приглашению основателя и президента клуба вольной борьбы Абаза Расула Чукова. И он завершил карьеру, я завершил карьеру. Несмотря на это, продолжаем поддерживать связь, общаться. У нас действительно такое радостное событие, которое связано с приездом нашего друга, брата, с которым мы вместе тренировались, выступали на соревнованиях вместе. Почти 10 лет, как Мавлет Батиров, закончил свою профессиональную спортивную карьеру. Но занятия в спортзале он не прекращает, так как они стали неотъемливой и важной частью его жизни. Люблю этот ковер, люблю ребят, которые занимаются с ними, находиться в их компании. Не всегда получается, как я оттуда освобождаюсь, я сразу стараюсь быть ребятами в зале, бороться с ними, толкаться. На мастер-классе показали видеоархив соревнований по вольной борьбе Мавлета Батирова. И юные борцы задавали вопросы мастеру вольной борьбы. Мавлет Батиров с большим удовольствием делился знанием и опытом, демонстрировал коронные приемы. Я хотел показать те приемы, которые у меня в борьбе получались хорошо. Сейчас, к сожалению, условия есть, но результата мало в нашем зале. Я посоветую ребятам, результат, как бы спад такой пошел. Ну, мне кажется, чуть-чуть условия, они чуть-чуть расслабляют. Тренировка и общение с таким известным спортсменом – большое событие для юных борцов. Особенно тех, кто планирует профессионально заниматься вольной борьбой. В дальнейшем хочется, чтобы еще приезжали такие именитые спортсмены, как Мавлет Батиров. Я равняюсь на него. В дальнейшем хочу таких же результатов, как Докричев. Мавлет Батиров пожелал юным спортсменам при всех успехах и любых результатах в спортивной карьере оставаться воспитанными людьми. Альбина Ламкова, Заурлиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Таким был четверг. Карачаево-Черкесия прямо сейчас в продолжении фильма «Тайна Марии». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»